МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Его удалось стабилизировать. Сам инцидент произошел накануне на улице Гаранина в Октябрьском районе Новосибирска. Мама на некоторое время оставила сына без присмотра. Когда спохватилась, комната оказалась пустой, а окно открыто на распашку. Мальчик залез на подоконник и облокотился на москитную сетку. Следственный комитет начал разбираться в произошедшем. Также в СК прокомментировали и массовый побег девочек-подростков из реабилитационного центра «Виктория». Больше суток о подопечных ничего не было слышно. Воспитанницы самовольно покинули, по сути, режимное учреждение поздним вечером 17 июля. Троим беглянкам по 13 лет, четвертой уже 15. Девочки из неблагополучных семей стоят на учете в ПДН. Их уже нашли и вернули обратно. В причинах поступка сейчас разбираются правоохранители. К другим темам. Буквально вчера следователи полиции возбудили уголовное дело по факту ДТП в центре города, когда престижный внедорожник сбил парня на самокате, пересекавшего проезжую часть по пешеходному переходу. Через неделю после случившегося пострадавший скончался в реанимации, так и не приходя в сознание. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА ОСОИХ НЕВЕСЕЛЫХ ПЕРСПЕКТИВАХ У меня тебя посадят, да? Да. Ты сумасшедший. Мы не пьяны. Мы не в чем делаем. Парень, ты тоже был неправ. Светофор не работал, а только что по нему переходил. Только они гнали. Ты слышал этот звук? Я видел это. Я прям сзади ехал и видел это. Однако в течение последующих семи дней, пока врачи боролись за жизнь Кирилла, правоохранители проводили проверку по факту ДТП. Тем временем девушка по имени Виктория раздавала комментарии СМИ. В частности, когда на популярном авторесурсе появилось объявление о продаже того самого рейндж-ровера, она заявила, что действительно хотела избавиться от машины, чтобы за счет вырученных денег помочь семье молодого человека. Судя по сегодняшнему состоянию страницы на дроме, продать джип даме все-таки удалось. При этом стоит отметить, что автомобиль в данном случае – это, по сути, главное вещественное доказательство. К сожалению, медики так и не смогли помочь парню, который получил тяжелейшую черепно-мозговую травму. Лишь после его смерти история получила уголовное продолжение. По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации. Нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. В настоящее время следователями проводится комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, причин и условий, способствующих совершению дорожно-транспортного происшествия. Стоит отметить, что следователи МВД пока не определились, кто выступит в качестве обвиняемого по делу. Несмотря на то, что уже опрошены свидетели, а имя и фамилия, находившаяся за рулем внедорожника девушки-водителя, известно чуть ли не всем новосибирским СМИ. В Машковском районе собутыльницы до смерти забили свою знакомую. Сотрудники СК возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшей». Следствием установлено, что в вечернее время 9 июля текущего года в одном из домов, расположенных по улице Набережная села Матхова Машковского района Новосибирской области, в ходе распития спиртных напитков между тремя ранее знакомыми женщинами произошла ссора, в результате которой подозреваемые нанесли множественные телесные повреждения руками и ногами в область головы и туловище потерпевшей. Несмотря на множественные травмы, пострадавшая сама покинула вечеринку в компании приятелей-мужчин, но нанесенные ей увечья оказались несовместимы с жизнью, и спустя некоторое время избитая женщина скончалась. Ее тело обнаружили недалеко от станции Лниха, уже в соседнем Тагучинском районе. Оперативники без труда установили и задержали подозреваемых. Сейчас следователи выясняют, что не поделили подвыпившие подруги. Продолжаем программу. 15-летнего подростка, который обокрал пенсионерку, в марте этого года отправят в воспитательную колонию на 8 месяцев. Юноша подкараулил пожилую женщину поздним вечером и напал на нее прямо у подъезда собственного дома. Преступление засняла камера домофона, поэтому злоумышленников вычислили без особого труда. Добычей негодяя стали 3000 рублей, кнопочный телефон и слуховой аппарат бабушки. При этом потерпевшая при падении сильно ушибла руку. Кстати, подросток, несмотря на свой юный возраст, уже привлекался по статье грабеж. В Новосибирске приговорили и коррупционера-железнодорожника вместе с его благодетелем-коммерсантом. Под уголовное преследование попали начальник станции Клещиха Егор Конов и представитель известной компании Шерл Павел Стенин. Станция Клещиха считается одним из крупных железнодорожных узлов Новосибирска. Ежедневно здесь идет сортировка и погрузка товара. Так вот, чтобы процесс был непрерывным и без проволочек, некоторые ушлые бизнесмены приплачивали начальнику. Силовики ФСБ поймали фигурантов фактически за руку с поличным. Причем они были уверены, дотации осуществляются также систематически и без перебоев. Приговором Ленинского районного суда Новосибирска Конов признан виновным в получении взятки и приговорен к лишению свободы сроком 4 года 6 месяцев условно с испытательным сроком 4 года, а также штрафом в размере 700 тысяч рублей с лишением права занимать должности, связанных с осуществлением организационно-распорядительных полномочий и административно-хозяйственных функций в государственных органах на срок 2 года 6 месяцев. Немногим раньше Ленинский суд наказал и одного из предпринимателей. Он получил 2 года условно. В субботу столб дыма, поднявшийся над Октябрьским районом Новосибирска, напугал жителей высоток на улице Рябиновой. Прямо под их окнами загорелось старое деревянное строение. Семья, по нашим данным, этот дом продала еще весной, примерно с марта. Со слов местных жителей он пустовал. К ветхому зданию вплотную подошли новостройки, так что в любом случае его наверняка бы снесли. Однако огненное ЧП едва не спровоцировало локальную катастрофу. Рядом находился газопровод. Примерно через 7 минут к месту прибыли первые пожарные расчеты. Двухэтажный деревянный дом был полностью объят пламенем. Также горели надворные постройки и мусор. Ввиду особенностей конструкции, высокая пожарная нагрузка способствовала стремительному распространению огня. Сотрудникам МЧС России в течение 30 минут удалось ликвидировать открытое горение, а также защитить ближайшие соседние жилые дома, а также газопровод. Еще на месте для проливки и разбора вгоревшей конструкции пожарные работали более трех часов. Площадь пожара составила более 130 квадратных метров. Причину пожара устанавливали дознаватели МЧС России. Пытался вылететь в Якутию с крупной партией запрещенных веществ. В аэропорту Толмачево транспортные полицейские задержали пассажира с наркотиками, которые он спрятал весьма изощренным способом. 40-летний житель Новосибирской области намеревался отправиться в Нейрюнгре, в небольшой город в республике Саха. Но в планы путешественников вмешались оперативники окружного управления МВД на транспорте. Мужчину доставили в дежурную часть линейного отдела полиции на допрос. В каком именно отверстии своего тела фигурант спрятал капсулы с сильнодействующим порошком, догадаться нетрудно. Такой способ транспортировки запрещенного зелья называют мулингом, а самих перевозчиков, соответственно, мулами, лошадками или конями. В отношении смельчака, согласившегося стать живым контейнером, возбуждено уголовное дело за незаконное приобретение и хранение наркотических средств. В крупном размере ему грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в полмиллиона рублей. И последнее. Сотрудники полиции поймали воришек-неудачников на улице Станционной. В 4 часа утра внимание экипажа ДПС привлек автомобиль Рено. Машина явно была перегружена. При осмотре салона и багажника выяснилось, внутри везли канализационные люки. Оказалось, двое подельников 19 и 20 лет украли крышки колодцев и планировали сдать их в пункт приема металла в Ленинском районе города. Своего транспорта у них не было, поэтому приятели вызвали такси. Возбуждено уголовное дело по статье кража. Сейчас злоумышленников проверяют на причастность к похожим преступлениям. На этом у нас все. Берегите себя и своих родных. А если вы сняли происшествие или преступление, присылайте видео нам, мы покажем его в эфире. Адрес электронной почты 310-2005-собака-от-с-тв.ру В студии работала Мария Никитина. Оставайтесь на нашем канале. Редактор субтитров А.Семкин